Девушки отдыхают На наших, ваших, моих и каждого, кто смотрит эту трансляцию У микрофона друг, это студия игрокам ТВ У нас Join.MLG Pro League Первый сезон и наконец-то начался американский дивизион Очень долго мы его ждали Если был и американский дивизион, то команды там были, мягко говоря, не очень Но на данном этапе у нас играет Void Boys против Evil Genius Команда топ-уровня, пожалуй, одна из сильнейших на данный момент в мире Если не самая сильная, то минимум топ-2, топ-3 Это 100% С таким подбором игроков Ну, собственно, что их пиарить? Все прекрасно знают, кто такие ЕГЭ ЕГЭ-победители последнего Дота Ancient Championship ЕГЭ Прекрасно показали себя на Интернешнале Они еще укомплектовались, казалось бы Потеряли такого крутого мидера, как Артизи Но взяли такого крутого мидера, как Сумаил Толком никто и представить, я думаю, себе не мог Что у Артизи можно найти достойную замену А замена, как по мне, оказалась просто Ну, это какой-то феномен в Доте Действительно, 15-летний парень, который Смог на азиатском чемпионате уничтожить в пух и прах Таких грозных соперников, как Вичи, как Нави Да, не сильнейший этап жизни Нави, но тем не менее Громкие имена, громкие ники Ничего вообще для него не значит Он просто ходит и просто убивает Против Сумаила, как вы видите, Войдбой сразу же Первым делом забанили Шторма Не хотят отдавать ему Шторма Сумаил, в общем-то, и без Шторма сможет играть Я думаю, понятно Но на Шторме там, конечно, гайды, написанные игрой Чудовищно крутые В общем, учиться, учиться, еще раз учиться Опять же, у кого учиться? Учиться у 15-летнего парня Я думаю, все, кому сейчас примерно столько же лет Смотрели за Таил в Дыхании и понимали, что Даже у них теперь не все впереди Оказывается, 15 лет это действительно Серьезный возраст для Доты И в этот момент можно брать самые высокие вершины Во сколько же начинать играть в Доту, даже не знаю Но судя по командам, которые мне попадаются В 12 точно можно играть И почему играют они Это их дело Ладно, давайте по пику разбираться Бэтрайдер, Шейкер, Вайпер и Эншент Оперейшн Отходит у нас к Void Boys Со стороны Evil Geniuses SF Леон, Абадон и Beastmaster По лайнам У Void Boys, скорее всего, Бэтрайдер отправится в сложную В легкую пойдет у нас Пока что пикнут персонаж, который пойдет в легкую Не вижден мне Я думаю, что, скорее всего, в легкую Пойдет какой-то мейнкерри, которого пятым заберут Void Boys Ну и Шейкер и аппарат на подсейв Вайпер, скорее всего, отправится у нас на мид против СФ А Вайпер против СФ стоит более чем уверенно Но, опять же, многое зависит от рук СФ, скорее всего, отправится в мид Бэтмастер, я думаю, уйдет у нас в сложную И на легкой будет Леон, Абадон и еще пятый герой Которого заберет у нас ЕГ Забанили Void Boys Лоун Друида Ну, хорошо Без Лоун Друида можно играть Десять секунд осталось на бан Evil Geniuses PPD у нас отображается, но я думаю, Фир у нас заведует Пика бана Мисс Ларк уходит в баню И моментально Спектра от Void Boys Void'а не банили? Нет, Void'а не банили Но Void'а по этому пику действительно не обязательна совершенно А Ancient Operation вместе со Спектрой Это хороший, очень и очень хороший, хорошо работающая комбинация Сюда бы еще Клокверка, который просто бы через ракету, через ульт аппарата и через ульт Спектры мог бы сносить В принципе, всех сносить, кого только видно на карте Десять секунд остается на то, чтобы ЕГ запаковаться и взять мейнкерри Ну, насколько мне видится и насколько я могу читать доту Одна секунда, ноль секунд Что это? Вивер для ЕГ Вивер для ЕГ и куда отправится Вивер? Ну, я думаю, Вивер, скорее всего, будет на сложную ППД забирает Абаддона СФ, скорее всего, для Сумаила будет Юниверс на Бестмастере у нас будет И пока что героев не разобрали Вивер у нас для Фира Сумаил на СФ Ну и так, Void'a уже разобрали Mercy Please у нас играет на Бэтрайдере Флай отыгрывает на Шейкере Биан у нас на Вайпере Омега Паунер играет на Ancient Operation И Пэт Сол на Спектре Ну, по пику Void Boys мне нравится немного больше Но только потому, что Спектра в пике А это всегда серьезный дисбаланс в игру И на Спектру надо обращать внимание Потому что если Спектра в... Потому что Спектра в лейт игре На тебя внимания обращать не будет Это 100% Если Пэт Сол сможет нафармить все, что необходимо То у Грозных ЕГ действительно появляется Серьезная проблема Ну, ладно, переключаемся к данному матчу В принципе, по камере мы и решили Так, Ауи 2000 играет на Леоне Конечно же, не озвучил я данный факт Давайте переключим интерфейс Чтобы не было так Неприятно наблюдать за Дотой Ну, я думаю, я думаю Сюда мы направимся Давайте Фиолетово окрасим нашу Доту И будем смотреть, что у нас на карте Будет протекать Флай вместе со всей компанией Отправляется на... Я так понимаю На место, куда планируется поставиться Вард от команды ЕГ С четвером здесь игроки команды Войд Бойс Но сюда пока никто не направляется Юниверс имеет вард Но Юниверс этот вард Не собирается ставить на крипах Пока что никто На карте не появлялся Здесь стоит Сумаил В принципе, вард от команды ЕГ Уже поставлен Руну контролить будут Ну и Хайграунд будут тоже Контролить при подходах на руну Такая вот себе Рубик Такой себе Рубик вард От команды ЕГ Ну, неужели ЕГ решили забрать Сразу две руны Вряд ли это получится Здесь сразу три игрока Команды Войд Бойс Немножко отогнали у нас Сумаила Сумаила отходит отсюда И куда у нас Сумаил? Сумаил уже давно-давно пошел Крипов стопить Со старта Сумаил будет стараться Линию свою Держать поближе к своему Хайграунду Это, в принципе, правильно Не через Некромастери А через Койлы пошел Мидер команды ЕГ ППД отправляется у нас в легкую Как и предполагалось Вместе с Фиром Ну, здесь, опять же АОИ-2000 тоже имеется Ну и сложный у нас Юниверс на Бистмастере В миде Сумаил против Вайпера На котором играет Бьян Сумаил уже Наваливает постепенно Вайперу Пока что Койлы Только дальний юзал У Вайпера По ХП небольшой Были небольшое проседание Ну и Сумаил тоже не фуловый Мидеры пока что идут ровно 2-1-2-0 Спектра начинает фармить на легкой Никто ей в этом толком мешать не будет Юниверс на Бистмастере Вряд ли что-то может сделать Пэтсолу Тем более здесь есть Под сейв Если что Есть Омега Паунер Который будет стараться Во-первых Лайн держать На одном уровне Отводы Никто никогда не отменял Ну и Во-вторых Харасить Хардлайнера команды Evil Genius У Сумаила уже имеется банка У Вайпера У Вайпера банки нет И скорее всего не будет Райсбэн покупает Танго Тоже забустили его Начинает наплевывать Через Пойзон Атак Пойзон Атак Скорее всего в один будет вкачано Так Сумаил у нас С хайграунда Еще Решил немного По крипам попасть Не очень удачно Здесь есть Флай Флай готов Зацепить Мидера команды ЕГЭ По ХП у нас просил Тем временем Фир Фир что? Фир просто держит линию Против крипов Чем будет отхиливаться Фир Пока что непонятно Ну в любом случае Фир Знает что делает У Фира 8-4 по крипстату Он На третьем месте На первом Пэтсолу Пэтсола 9 Даже 10-1 Тем временем Сумаил выходит на Бьяна Промазывает он Койлом дальним Бьян Наплевывает Пойзон Атак Самое интересное Что обычный Пойзон Атак От Бьяна Примерно столько же По силе дамажит Сколько и Второй Койл От Сумаила Выходит у нас На Юниверса Юниверса Через Колд Фит Подстопят Скорее всего Почему Флай Не дал Фиссуру А с другой стороны Почему бы вообще Давать Фиссуру Если можно дать Ее немножко попозже Пэтсол забирает Фёст Блад Спектра Которая выносит Ранние артефакты Это горе вообще Для команды соперника Юниверса На сложность забрали Невелика потеря В принципе Сложная Но то и сложная Что там легче всего Гангать Оппонентам Ауи Стоит у нас На подсейф Есть у него Тапок 325 на руках У Фира Райсбен Для фарма Пока что Ничего больше По артефактам Не имеется Хотя есть 700 По золоту У ППД Тоже ничего По артефактам Только Кларити И последний танго Отдал он Своему товарищу По команде Фиру У СФ Банка Бузится СФ Без банки Пока что Голый стоит Ну что Сумаил Скорее всего Приплыл Я думаю Через пользу на атак Ещё один удар И Сумаил у нас Падает Да Первый фраг Для Вайпера Бьян Ну пока что Увереннее себя чувствует На лайне Ну понятное дело Здесь Вайпер Вайпер должен себя чувствовать Увереннее чем СФ Вайпер с руки Бьёт Столько сколько СФ Бьёт Своими Скиллами Я говорю конечно же О Койлах 600 На руках у Вайпера Есть Бутсов Спид Есть Райс Бэнд И Есть В принципе уже Фазы появляются У Бьяна Значит дальше будет Харасить Сумаила Нон стоп Будут стараться Загнать СФ Насколько это возможно Ну и есть смысл Опять же На нём Никто попало Отыгрывает А Действительно Нашумевший На дота Поприще Игрок Паунеру Прилетают Танго Сентрики Есть Девардить Пока что Нечего В принципе Здесь стоит Вард от команды Войд Бойс Всё для того Чтобы контрить Юниверса И постоянно Его дамажить Флай Выходит у нас Опять на топ Далеко зашёл Юниверс Юниверс может В принципе И получить здесь Так Вижен имеется ли У Юниверса В принципе Юниверса Видит А Юниверс Соперника Не наблюдает Видит он только Пэт Сол Вы прекрасно видите Что Вижена нет Ладно Возвращаемся К обоюдному Зрению И Переключаемся По лайнам У Сумаила Пока что Тапок Банка 490 на руках Он один раз умирал Это понятно Вайпер Прилетают Фейсбуцы У Биана Действительно Огромнейшая И крутейшая Возможность Сейчас Не дать Сэфу толком Ничего выформить Зажали у нас Здесь кстати В кустах Бессмастера Зачем он сюда Пошёл непонятно Флай вышел Фиссуру Даже толком Не давал Просто Бессмастер Умирает На секрет Шопе На топ лайне Тем временем Фир Первое место По Крипстату 32 на 16 У Пэт Соло 30 на 10 Второе место И 30 на 8 У Биана Сумаил Идет 20 на 0 Сумаил Начал пытаться Через Койлы Забирать Биана Биана В принципе После этого После Использования Банки Должен быть Фуловым Крипы Тоже у Вайпера Немного получше Тем более что Еще и один фраг Он делал на Сумаиле В миде Пока что 0-3 Воид Бойс Опережают Своих оппонентов Давайте графики Глянем Полторы Даже более полутора По золоту От Воид Бойс И 1000 По Экспириенсу У Вайпера 500 на руках Грыженный Стик Уже должен Скоро лететь У Мерси Плиз 500 на руках Это он Из сложной Вынес Я думаю Мерси Плиз Пора бы отправиться В лес Пипеди у нас Начинает Просто драться С Соло Драться Против Оффлейнера Команды Воид Бойс И отжимает У него руну Пипеди Стал Немножечко Но побогаче По Нетворсу Давайте посмотрим Кто у нас Вообще На каких местах Пэтсол На первом месте 3500 у него На руках Здесь еще Огромное количество Крипов Заберет их Мерси Или оставит Пэтсол Это опять же Вопрос Но скорее всего Заберет Мерси Напалмом Сверху Поливает Файрфлай Ну здесь нормально Должен по Золоту Подняться Бэтрайдер После этих Крипов Немного Не хватает До 1000 100 монет У Пэтсола 370 На руках Ему прилетели Прилетела Ринго Факвилла Есть Фейсбутс Есть Пурменшилд Пока что Не вангвард Фейсбутсы Купил И Транквиллу Купил У Абадона Ничего кроме Тапка У Бьяна Стигрейжен И так и не прилетел Есть еще 1000 сверху Я думаю что Бьян У нас будет Сразу же выходить В аганим Это не лишено смысла Или Хотя можно В принципе Через Меку Пойти Массфайты Тоже никто Не отменял У Бэтрайдера 1000 на руках У Спектры Мы видели Давайте на Фира Переключимся У Фира Аквила У Фира 1400 на руках Неужели Фир Во что-то серьезное Пойдет по типу По типу По типу Того же Радианца Это было бы действительно Забавно посмотреть Но я думаю В принципе по стандарту Будет собираться У нас Фивер Скорее всего В Линку Линка здесь есть Для чего В общем-то В общем-то Лассо И уедет Линкой Самое оно Начинается погоня За Мерси Ну здесь Мерси уходит В принципе через таймлапс Я думаю Фир попытается Отсюда уйти Мерси опять же Под тараканом У Мерси Уже нормально По Ну что это было Что это было Это был действительно Гайд По использованию Вивера Все очень просто Фир добежал До Т2 Развалил у нас Бэтрайдера Через таймлапс Отправился Назад 2100 на руках У Наверное Самого опытного Игрока Команды ЕГ Капитана Фир Сумаил Отправляется В лес У Сумаила Немножко беда У Сумаила Появляется Хэнд оф Мидас Он понял Что на лайне Фармить толком Не дадут Тем более Вайпер Прилично Перефармлен По Нетворсу Увидим Что у Вайпера 3800 Хотя нет 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 Вайпер Немного Опережает У нас Бьяна Но драться С восьмого Левла Вайперам Восьмому Левелу Сфу По моему Шансов Пока что Маловато Тем более Что видим По артефактам Ничего толком Кроме Хэнд оф Мидас Нет Но ХП Хэнд оф Мидас Не дает Брони Он не дает И Защиты От Магии Тоже никакое Здесь Вайпер страйк Здесь Фейсбуцы Пойзон атак Максит У нас Бьян Понял Что Сфа на лайне Гнобить Сам Бог Ему велел Ну Ладно Универс Имеет Сол ринг Есть у него Бутс оф спид Есть Хеллинг селф У Сфа мы видели Ничего В принципе Пока что Не имеется У Леона 800 на руках После тапка У Фира 2500 на руках Неужели Фир Действительно Пойдет В радианс Будет Более чем весело 2700 уже на руках У Фира Ничего пока Не покупает Линку Не тарит А на линку Артефакты Можно купить И осталось бы Еще и на байбэк Фир просто У нас Стоит на лайне И просто 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 Убивает Крипов Ему не мешают Фир в принципе Готов забирать Все что только Можно 2900 у него на руках Флай здесь Флай может попытаться Зацепить Фира Но это бессмысленно В принципе Есть шукучи Промакшены Есть таймлапс Фир первый Становится по Крипстату Давайте Не по Крипстату А по Найтворсу По Крипстату Первый у нас СФ Но СФ в лесу Это не считается По Лайновому Крипстапу 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 Стату По Лайновому В любом случае Фир на первом месте Пэт Соул на втором месте Ну неужели против Спектры Пойдет в Радик У нас Фир Действительно Хочется это видеть Это в любом случае Интересно и весело Если вдруг Вывезет Радианс Где-то минуте На 13 Или 14 У нас Фир То игра будет Нереально Динамична Я думаю ВБ Не совсем К этому готовы На данном этапе Так точно Вьян у нас Отправляется На Эншентов Просто посмотрел Как там дела Обстоят Здесь Сумаил стоит И стоит ППД Сумаил стоит Я так понимаю Сейвить ППД Точнее стоит Сейвить Сумаила Потому что Ну сложно Сумаилу здесь Стоять против Вайпера Без вариантов Вообще Потому что Вайпер Страйк Несколько Польза на так Все очень легко И просто Решается У Вивера По прежнему 3 400 на руках Фир ничего не покупает Хотя вот видим Что Курьер у нас летит Но для СФ летит Это Юл у нас Прилетает Сумаилу Сразу вдвоем Под смоком Заходит команда ВБ Сюда И Через Даггер Моментально Разбирают у нас Шейкера Через Даггер Ворвались Но отхватила Команда ВБ Шейкер получил Также получает у нас Мерси Плиз Все очень просто Круто Реализованный Реализованный Под сейф От команды ЕГ 3 3 становится Счет Вот так вот Войт Бойс Ганкают Своих оппонентов 3 500 на руках У Фира Фир с Аквилой Фир больше Без ничего 3 700 на руках У Фира Курьер Летит ли в Сикрет Шоп Курьер Что-то приобрел Для Фира По-моему Ничего 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 Нет ничего Фира 3 725 На руках Еще пара крипов Фир может покупать Сакрет Релик Это будет действительно Интересно Ну ждем 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 Я действительно Затаив дыхание Жду Данный артефакт Так У Фира У Фира Курица Что-то несет Да Фир улетит Сакрет Релик Фир у нас выходит В Радианс Насколько я понимаю В принципе С такими Темпами Фир может быть Даже и в Рапиру Пойдет Это было бы Вообще весело Ну конечно Фир в Рапиру Не пойдет Но Это просто шутка И По-моему Она была не смешная Не реагируйте 210 у Фира Сверху После Сакрет Релик Опять же Он к нему Еще не долетел Когда увидит Команда ВБ Данный артефакт У Вивера Я думаю Немного удивится Сакрет Релик Улетает на базу Пока что Ничего Фир Себе не несет Просто Курьер Отправляется на базу Но Фир думает И так Фармится Че вообще Зря палить Свой артефакт Пока что Бегает голый Ну я думаю ВБ понимает Что если Что Фир Который стоял Соло фармил Золото имеет Достаточно Для того чтобы Иметь какие то Артефакты И почему их нет Я думаю Они перезадумаются Понимают что Что то самое дорогое А что дороже чем Сакрет Релик Есть в доте Я думаю Вы прекрасно понимаете Что ничего Ну там уже С Радианцем Можно будет Все необходимое Вывести Я говорю О Линке Я говорю О Дезоляторе От капитана Команды Ивл Джинниус У Пэт Сол 2.400 на руках Но здесь урна Здесь фейсбутцы Здесь рингов Аквила Ну вся мишура Которая необходима Спектре Тем временем Фир Продолжает у нас Собирать деньги 507 у него есть Уже на руках Я думаю Очень скоро Очень-очень скоро Мы увидим данный артефакт Ну тогда Действительно Спектра удивится Почему вдруг Вивер Бегает у нас С радиансом У Сумаила Есть Еул У Сумаила Есть Хенд оф Мидас Имеется Также Пауэр Трэдс 240 на руках Курица Пока что Ему ничего Не несет Массфайты У нас Я так понимаю Откладываются На потом По Крипстату Первый Сумаил По Нетворсу Давайте глянем Тоже первый Сумаил Вот вам и Хенд оф Мидас У Пэт Сол 6600 У Фира 6490 Без трат Без толком Трат Потому что Голый стоит Фармила Команды Evil Genius У Вивера Появляется 11 Как видим Таймлапс Пока что Не вкачивает СФ Тем временем Забирает у нас Бэтрайдера Где драка Проходит Драка Проходит Где проходит Драка Драка Проходит На нижней руне Бэтрайдер Собственно Там и погиб Ну я так понимаю Через Еул Через Ульту Без каких-то Вопросов Перекручивать не будем Потому что Я думаю Мы пропустим Следующим Асфайт Если такой Намечается У Вайпера Появляется Блейд Офалакрити Все это После Мекки 720 На руках СФ Забирает Еще и аппарата Но это мы посмотрим Что Сумейл Вообще сделал Как так получилось Поднимает у нас Ветра аппарата Удар Койл Койл Еще один удар Еще один койл Все просто Элементарно Три кнопки Два райт клика 1500 на руках У Сумейла Фиру Летит ли Да Скорее всего Летит Фиру летит Радианс Пожалуйста 15 минут У Вивера Голого Вивера У которого 777 хп Прилетает Радианс Фиру начинает фармить Очень интересно Как будет динамика Развиваться Какая вообще будет Динамика Его фарма Через Сформов Так Ну что Фиру отсюда уходит От спектры Не получает Пошла у нас погоня За командой ЕГ Забрали одного Леона в лесу Пока что без ульта У нас Сумейл Но Сумейл В драке вообще Не участвует У Вивера Еще и руна богатства Думаете мало Фиру Нет Фиру достаточно Но Если лежит Почему не юзать Руну богатства Так Погоня у нас За Мерси Мерси не имеет лассо Вот Фирс Собственно и показал Почему так быстро Сгорает у нас Игрок команды Команды Войд Бойс Ну все Поймал у нас Вайпер Страйк Фир ушел в таймлапс Немножко Мне кажется Натупил Фир В таймлапс Вместе с Вайпер Страйком Отправился Надо было наверное Переждать Ну там Шукучи Были в КД Можно было и отхватить Ну и тогда Действительно Смысла никакого не было бы В таком раннем радиансе В таком быстром фарме Если ты умираешь На ровном месте Фир отправляется В свой лес Где Сумаил Находится Сумаил пока что у нас На топ лейне Сумаила появляется После Юла Блинк Даггер Сумаил фармит Конечно Нереально круто Это при том что Вайпер загнал его на Миде Загнал безусловно 2-0-0 У Вайпера У Сумаила 2-1-1 Почему 2-1-1 Не понимаю Неужели там ППД забрал Фраг Леона Скорее всего Да Скорее всего на двоих Поделили фраг По Таурам Видим что все Пока что стоит Кроме Т1 На нижнем лине Ну понятно Потому что здесь Был вивер Где наш вивер Вивера 1600 на руках Теперь можно собрать Линкенсферу После Радика Линкенсфера Собирается за милую душу 1700 Давайте по золоту Глянем ЕГ Выигрывают на 2 фрага У своих соперников И по экспириенсу Выигрывают 7 Порядка 7000 По голде Порядка 5000 Аппарат у нас Убивает ССФа Толпой напали на Сумаила Что он здесь сделал Толком непонятно Ну давайте глянем Это власо Как вы понимаете Летит у нас Сумаила Ульта пошла В него же И аппарату Достается фраг Загулял Мидлейнер Команды ЕГ 6-5 Становится счет По золоту С него немного Но поимела Команда Воид Бойс Тем более он был Первый по Нетворсу В принципе не так уж Немного По графикам Сейчас увидим Ну тут 500 Уже отошло Я думаю чуть больше будет Попозже Бэтрайдер Начинает стакать для себя У Пэт Соул Имеется Сакрет Релик Готовится выход В Радианс Ну Радианс На Спектре Действительно полезнее Чем Радианс На Вивере Хотя и Вивер Если пойдет у нас Хоть в какой-то Вменяемые Хеллспоинты То он может Гораздо дольше И усерднее Бить сразу по всем У Фира У Фира Максимальная скорость Движения В таймлапсе Вы все прекрасно Это знаете Кстати Фир На Хасте Мог бы подцепить Флай У Флай Есть Транквилы Но Хаста Естественно Быстрее чем Транквилы Ну нет Пока что Очень аккуратно Играют оба коллектива 4 по золоту 5 по Экспириенсу Выигрывает ЕГЭ У Сумейла 1000 по золоту Больше пока что Ничего Не покупал После Даггера После Юла Я думаю Тут будет выход В Блэк Кинг Бара А потом мы увидим Скади Собственно Нечего больше Нечего на СФа больше А дальше уже Доминаторы Сатаники Ну и все необходимое Давным-давно Отошли уже Такие артефакты Как Дезолятор От СФа Действительно Не так часто появляется Да вообще не появляется В профессиональной доте Так точно Уже давным-давно Не собирается На СФа Криты В общем-то Все уходит В какие-то Дополнительные Артефакты Которые дают Дополнительные Возможности Самому СФу А бить с руки Приходится через Некромастере Что у нас Пошла фиссура Сразу по двоим Фир здесь Уходит в Тайлапс Где Фир Фир убегает От Спектры Спектра под Радиком Сумейл У нас сразу ультился Пока что все живы 5 на 5 драка Вивер погибает Вот вам пожалуйста И Радик Возможно Фир ошибся Умирает Сумейл Умирает Сумейл Умирает Фир Пока что 3 сильнейших 2 сильнейших Игрока команды И в Элджиниус Рассыпается очень быстро Пэт Сол фуловый Никто его не хилил У него не было Эггиса Он просто шел И просто бил Это Спектра О которой речь шла На начале матча И вот теперь По фарму Видим что Спектра с Радиком Будет посерьезней Чем Вивер с Радиком Было интересно Как все получится Все не получилось Можно со старта Это сказать Что дальше будет у Фира И не пожалеет ли он О своем радиансе Мы увидим Немного позже Но сейчас Я думаю он понял Что игра Не будет для него легкой Пэт Сол По Крипам Имеет 143 показатель А по КДА 205 У Фира 21 Но Пэт Сол Будет фармить Теперь по всей карте Скорее всего И опять же Спектра Вивера точно Разбивает в лейте Я думаю Это никто не А спорить не сможет Если и не убивает Сола Вивера То в любом случае Полезней будет Потому что Ее ульта Дамажит сразу всех А Вивер Дамажит по чуть-чуть Тех кто находится рядом И опять же Ульта Не дамажащая У Вивера А на подсейв Самого себя У Юниверса Тем временем Появляется Блинк Даггер Есть 650 Сверху на руках У СФ 1400 Сверху После Мидаса Блинк Даггера И Юла У Пипеди Тем временем Ничего кроме Транквил 380 на руках Ну Сол Ринг Если считается То хорошо У Леона Даггер появился Совсем недавно 90 Сверху накапало Есть Транквил Буцы Давайте по Воид Бойс Пройдемся У Флая Ничего кроме Транквил И Сол Ринга В общем-то Такая же ситуация Как у Пипеди У Бэтрайдера Даггер Давно уже был Также появляется Форс Став Мерси Плиз Ранее артефакты Вывез Не так рано Конечно 22 минута Но Тем не менее У Вайпера Есть Мека Есть Яша 2600 на руках Вайпер пойдет Я думаю В Манта Стайл Вряд ли здесь будет Сенжин Яша В общем-то Манта Стайл По-болезней будет Тем более что Ну тем более что По-болезней И все Просто верьте мне на слова И Конечно же Спектра у нас Остается на закуску У нее Виталити Бустер Радиан С Фейс Буцы Ну все Сопутствующее Кроме конечно же Вангварда Нет Вангварда У Пэтсола Но он вышел В более ранний Радианс Чем был бы При Данном щитке Понятное дело Все дело фарм Тут уже Вангвард Не обязателен Потому что Собирает у нас Спектра Собирает Хартуф Тараск Удивительно Как быстро У нас Вивер Нафармил Нафармил себе Радианс И Спектра вроде бы Отставала По большому счету Но с другой стороны Сейчас Пэтсол Фармит сильнее И мощнее Хотя у Вивера 10900 Нет Ворс У Спектры 10600 Может вообще Зеркально Вивер будет Пародировать Спектру И теперь Соберет Тараску Ну конечно Нет У Вивера Уже имеется Ultimate Orb Я думаю Сейчас мы Увидим с вами Линку По фарму Проблем никаких У Фира теперь Быть не может После появления Радика То же самое Что он делал Ранее Будет делать и Сейчас Намечается Драка У нас На Мид Лейне Здесь Сразу Три игрока Команды ЕГ Со стороны Команды ВБ Воид Бойс Сразу Пять игроков Но никто Подходить Из ЕГ Не решился Правильно Делают У Спектры Есть ульт У Вайпера Есть ульт У аппарата Тоже имеется ульт Ничего больше Кроме тапка Нет Но ульта Омега Паунером Дамажит Действительно Очень больно Заходят Под Смаком В бок Команды ЕГ Видят Сумаила Врыв на Сумаила Сумаил Блинкаут Сумаила поймают Нет Ловят Юниверса Юниверс ловит Ульту аппарата Здесь подкоп Ульта пошла От Спектры Сумаил Разультился Просто в никуда Ловит Вайперстрайк ППД его Подсейвливает Бьян у нас На лоу ХП Продолжается Погоня от Фира Уже минус 2 От ЕГ Выкупился у нас Бессмастер Будет погоня Нет у Рора Надо хотя бы Кабана позвать Но Кабан Здесь уже Не нужен Фир Умирает От рук Вайпера Вот вам пожалуйста И Радианс На На Вивере Минус 3 Делает Фир Все 3 фрага Которые заработала Команда ЕГ Отходят Наиболее опытным Он и Одному из Самых ярких Игроков Современности Я говорю конечно же В эфире Капитане команды ЕГ Так у нас здесь Сумаил Врывается в Шейкера Сразу же На подсейв Самого себя Эхо слэм от Флая Ну пожалуй правильно Потому что Флай Отсюда своим ходом Точно не уходил Сев понимает что Я думаю Сумаил понимает что После БКБ Тут действительно Мастхев Такой артефакт Как Айов Скади Потому что Шейкер Просто так уходит Помахал Бревном СФ И развернулся Ушел Если бы был Скади Конечно же Никто никуда Просто так бы не отвалился В итоге этого файта 9-9 Становится счет Давайте откроем графики 5 с плюсом И 7 с половиной Даже больше По экспириенсу В пользу команды ЕГ У Фира Есть Ленка Есть 1400 Сверху Есть Аэгис Или более правильно Эйджис Короче говоря Фир снова становится Опасным оружием Команды ВБ Спектра здесь не умирала У Спектры 570 на руках Почему? Что Курьер несет? Курьер несет Яшу Пэтсолу Откладывает он Появление Появление Тараски Пэтсол понял Что по данной игре Лучше бы Поопаснее быть И посерьезнее Какие-то Статы вывозить Ну и опять же Скорость бега лишней Здесь не будет Потому что Драки более-менее Динамичны Как ловить Фира Толком не понятно Он в шокучах бегает Под 522 Вообще без тапка Заметьте Играет Фир Тоже еще раз Пособие для Всех юных дотеров Кому нравятся Профессиональные матчи И кто Примерно Рассчитывает Добраться Хотя бы Приблизительно До уровня Команды ЕГ А это действительно Цель Как для меня Так вот Фир бегает Без тапка Такую долгую речь И отошел от сути Фир бегает Без тапка 2400 у него на руках Ничего здесь Ни фазов Ни ПТ Да даже Обычный Бутсов спид Решил не покупать Очень медленно Перебирает ногами В обычном состоянии Ну и 522 У него в шокуче Ничего удивительного В принципе Убегать возможно Таймлапс Имеется 522 Максимальная скорость Но опять же Это не навсегда Я думаю Что в скором времени Появится Ну разве что Сразу в Бутсов спид Пойдет у нас Фир Чтобы Сплитпушить Есть в этом Смысл Действительно Потому что Спектра у нас Фармит очень хорошо Драться будет Драки При удачном раскладе Должны быть в пользу ВБ Да Как ЕГЭ здесь Подрались Не совсем непонятно Но не самое удачное Лассо было От Оффлейнера Команды Мерси Кстати он сейчас Отваливается Не самое удачное Лассо было От Мерси В Бистмастера Бистмастера быстро Развалили Но основной целью Я думаю здесь был СФ СФ остался жив И Фир Тоже остался жив Но Фир Теперь с линкой Ему вообще Фиолетово На лассо От Бэтрайдера Надо чем-то сбивать И чем непонятно Пользоваться на такт Наверное от Вайпера Или Колдфит от Аппарата Больше по большому счету Сбивать нечего Пока долетит Даггер От Спектры Там Фир 15 раз уже уйдет Из зоны Опасности Так На 740 Собралось На стриме То ли ЕГЭ То ли просто Удачный день Приветствую еще раз всех У нас студия Киберспортивного комментирования Давайте немножко Польше Сами себя попиарим У нас драка На топе Разваливают Флая Разваливают у нас Биана Сразу два игрока Умирают У Фира уже доминейтинг Мерси увозит У нас на Глиф Сумаила Сумаил на Глиф Приехал И стоит Не понимает Что от него хочет Оффлейнер команды Void Boys Сумаил в принципе С абсолютным покерфейс Подрался 2700 На руках у него имеется Ну я думаю Здесь пора выходить В Eye of Scud Иначе Иначе Развития не вижу Для СФ У Ауи 680 на руках Есть Тафф Визарды Есть Блинк Даггер Я думаю Готовится выход В Аганим Иначе Быть не должно Здесь в принципе Для масс файтов Аганим Маст хэв Все очень просто У Сумаила 300 на руках Прилетает ульта аппарата Попадает у нас По Да ни по кому Нет Все таки поймал Вроде бы Блинк Аут Сумаил сделал Но Ульту все таки Поймал ППД у нас На лохэп Но у ППД по моему Ульт Нет ульт у нас в КД У ППД Еще 39 секунд Лучше бы отсюда уходить Т2 ЕГ забрали По золоту Поднимаются вверх 7500 с плюсом И 12 с плюсом По экспириенсу Фир продолжает Напрягать Команду ВБ Прямо под их Хайграундом Просто удивительно Ну Ванг Радианс Все таки Свое дело делает Действительно Были вопросы После первого Масс файта Когда команда ЕГ В лице двух Мощнейших Игроков Я имею ввиду В плане персонажей Вивера И СФ Развалились Было понятно Что Есть такая возможность Что Фира ошибся Купив Радианс Ну Теперь видим Что Радианс Свое дело делает И Очень просто Пушится лайн У Сумаила Появляется Бливен Став Что Это будет Ничего себе Что вообще Придумал у нас СФ Ну вот Пожалуйста Просто зеркальное Отображение У нас Спектра Не покупает Тараску Точнее Покупает Но Нет Пока что Не покупает Тараску Афир Тараску Покупает Все очень просто У нас Спектра Еще не купила Радианс Не успела Приобрести его Афир Радианс Уже купил Но это было Раньше Теперь Спектра Бегает С одним Виталити Бустер Афир Как будто С насмешкой Приобретает Харт Тараска И будет Ходить Козырять Перед Спектрой Рассказывать Какая у меня Модная Тараска И какая Ты спектра Бомжиха Но это понятно Что до поры До времени У Спектры Появляется Манта Стайл Виталити Бустер Лежит В Итем Билде В скором Временем Все-таки От прогрейдится До Тараски Фиру Тараска Уже летит Нарисовали нам Ну 1366 По хп Конечно же Надо укрепляться Иначе В масс файтах Поймать Вайпер Страйк Или Просто перестоять Переждать лассо Возможности у Фира Невелики У Бьяна Тем временем После Мекки Появляется Манта Стайл Все-таки Не Саша Яша А Манта Стайл И Огр Клаб От Бьяна Теперь Будет выходить В Блэк Кинг Бар Пипеди бегает По чужому лесу Ничего вообще Его не смущает Здесь Пэт Сол В один удар Разорвал птицу Бестмастера Вообще Бессердечный Пэт Сол Так У нас врыв Здесь готовится Омек Паунер Уже у нас погибает Также у нас погибает Леон Драка пошла Пипеди в ульте Ульта от Спектры Проюзана Ульта бегает По всем Но пока что Драться толком Не с кем Где у нас Пипеди Пипеди умирает Отличный Эхослэм от Флая Разультился Сумаил Сумаил готов убивать Биана Я думаю Сумаил под Блэк Кинг Баром Еще один удар бы по Биану Биан бы отвалился Три в два пока что подрались Пэт Сол отсюда уходит Поднимают ветра Никуда Пэт Сол не уходит Сумаил готов драться Но здесь есть Флай Хорошо что Флай Не попадает по Сумаилу Но опять же для Сумаила хорошо Продолжается драка Пока что засловить нечем Еще 11 секунд Не будет Еула Надо отсюда разворачиваться И уходить ЕГ По итогу файта По моему Три В два подрались Да Никто у нас Не потерялся Две триста Тем не менее Заработала команда ВБ И минус 233 Для игроков Команды ЕГ По золоту Так опускаем камеру По золоту Действительно Графики Меняют Своё направление Из Двенадцати с половиной тысяч Опускается где-то до Думаю до одиннадцати По Экспириенсу тоже От пятнадцати Поползли вниз Графики Спектра у нас не умирала Это действительно хорошо Для команды Воид Бойс Вообще Спектра не умирала Ни разу за матч У него девять ассистов Но на спектре ассисты Понятно Как зарабатываются Это не считается А по Смертям Показатель Действительно Хороший Потому что Если в спектре Где-то сейчас Умереть То я думаю СФ на пару С вивером На котором отыгрывает Фир Просто развалят Сторону Моментально За какие-то Считанные секунды Вот зачем Нужен был Обливиан Став Думал я Но почему-то подумал Что Есть вариант Собрать Сайленс У Сумаилу Собрать Оркит Но в любом случае Сумаил пошел У нас в рефрешер Две ульты И это еще не предел Тысяча Тысяча Двести Тысяча Сто двести В руках У Сумаила Имеется Блэк Кинг Бар Восьмисекундный Пока что В общем-то В зоне безопасности Он находится Во время файта Чем более Здесь есть чудесный Подсейф В виде Ауи У которого есть хекс И у которого есть подкоп И Юниверс здесь тоже Через любой БКБ Пробивает Кого угодно Стопить можно Я думаю Отогнать от Сумаила Получится Ну а Фира Попробуй поймать Так ворвались у нас В Омега Паунера Поднимается у нас С ветра Сразу же Бэтрайдер Сумаила Разультился Леон Забирает аппарата И СФ Забирает Бэтрайдера Бэтрайдер ворвался Через лассо Зацепил Если не ошибаюсь Леона И все время Отлетал в ветрах Сумаил сыграл Очень круто Моментальная реакция Просто Спокойненько Прокликал По Бэтрайдеру Бэтрайдер Все лассо Откувыркался В Юли И после этого Вернулся Как раз Под Реквием Оф Сол Так Проюзан ли был Рефрешер Нет Рефрешер Проюзан не был Ну нет смысла В принципе Юзать рефрешер Если драка Захлебывается А данная драка Действительно захлебнулась После двух фрагов Так Фира у нас забрали Здесь Ё-моё Такие фраги Пропускать нельзя Что здесь делал Фир Фир здесь попытался Подраться И что-то подпушить Пришел скрипами Погоня у нас За Фиром Фир догорает От Пэт Сол Вот это действительно Проблема для команды ЕГ Фир не должен умирать А если умирать То не от Спектрю У Спектрю 3 600 на руках Это значит Сейчас появится Ривер А после Ривера Можно уже выходить В Тараску Понятное дело Там вопрос Двух минут Максимум Ну что По-моему Данная катка Затянется на достаточно Долгое время И мы с вами увидим Действительно Крутую реализацию Действительно Показалось Что ЕГ Начинают в одну калитку Играть Против Войд Бойс Но Войд Бойс Имеет такого персонажа Как Спектру Спектра уже выносит Свои артефакты Уже есть Радианс Уже есть Манта Стайл Сейчас появится Хард оф Тараска И тогда Месиво действительно Станет кровавым У Сумаила 620 на руках Рефрешер Пока что последнее Что он приобретал Флай под смоком У нас выходит в мид Так возможно Будет выход на Сумаила В принципе Все есть Лассо имеется Врывается у нас Бэтрайдер Но Бэтрайдер Врывается на парня По-моему С роскошной реакцией Уже неоднократно У нас Сумаил ивейдил Ну не ивейдил А просто исключал Вообще возможность Поймать себя Улетает моментально На даггере И ни с чем улетает У нас Бэтрайдер Надо ждать Когда откатится Файрфлай И дальше уже Пытаться Как-то напасть Но опять же Смысл нападать Это просто трата времени У Сумаила действительно По реакции Какое-то чудо Возможно возраст Возможно Просто Невероятная Концентрация И желание играть Возможно Возможно Просто то Что он красавчик Это тоже Никогда не стоит Исключать У Бьяна Появляется 2400 на руках БКБ имеется Есть Мека Есть Манта Стайл Есть Фейсбуцы Ну и Спектре прилетает БКБ 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 не прилетает Прилетает Тараска У нас Спектре В принципе По артефактам Все остальное Мы уже озвучивали Повторяться Пока что не буду Выход на Рошана От команды ЕГЭ По-моему Это первый Рошан За игру Нет По-моему Сумаила Был уже один Рошан Это скорее всего Второй Рошан Рошан падает Очень быстро Причем без медалей Без какого-то Минус дефа От дезолятора Ну да здесь Немножко минус дефа От ССФ Разумеется имеется Но по большому счету Это Не так уж много Это к чему я веду Закончу мысль Это я веду к тому Что с руки Команда ЕГЭ Валит Невероятно круто 200 С руки от Фира Плюс дополнительные Удары Вылетают У Сумаила С руки 250 Так птица у нас Куда птица Птица на Глив Скорее всего Отправляется От Юниверса У Юниверса Есть Форстаф У Юниверса Есть Блинг Даггер Можно врываться Юниверсу осталось Собрать Аганима А дальше Уже в принципе По желанию Керасы Или что он будет Собирать Тут уже Как получится Выталкивают Флая Флай моментально Отправляется назад Флай наверное Немного шокирован Был таким поведением Команды ЕГЭ Флай не понял Что случилось Но на всякий случай Прокликал Блинг Правильно сделал Тут бы его разобрали В мгновение ока На хайграунд Собирается ЕГЭ Давайте немножко Уменьшим план Посмотрим Чем все это Закончится Ничем все это Не закончится ЕГЭ Собирались Собирались И рассобирались Расходятся по лайнам Расходятся в фарме У Фсумаила 3-400 на руках Графики 1015 ЕГЭ Экспириенс И по золоту 12 тоже Ивл Джинюс Войд Бойс Все равно Держится на уровне Здесь очень много денег Сконцентрировано В спектре Она уступает Сумаилу Всего-то На 4000 по золоту Но это разница Между 23 И 19 тысячами А не между 6 И 2 Понимаете Что 4000 В процентном соотношении Здесь большой роли Не играют 1800 на руках У Пэт Сол У него 20 левел Что там у Сумаила Сумаила 23 Он конечно Поувереннее Но у него опять же Имеется Медас Там больше опыта Приходило в лесу Больше опыта на лайне Ну и по крепам По-моему он немного Впереди 362 Сумаила уже Насобирал крипов И 325 со стороны Спектры Почему На этих двух парней Обращаю внимание Мне кажется Они наибольшая проблема В файте Фир конечно Бьет с руки Неплохо Но фиром можно Контрить У СФ Есть Что на миде Форстаф Форстафом Сбивает Линку Мерси Фиру Я думаю В дальнейшем Будет примерно так же Отогнали Фира Оставили Одного несчастного Дракона Со 167 хп Я смотрю в его глаза И как будто он говорит Убейте меня кто-нибудь Я думаю Всему свое время Дракон своего Еще дождется Команда ЕГ Пока что Занимает В принципе Всю территорию На карте Это только сейчас Отошли За свой За свою реку Ну и Лайны Для команды ВБ Пока что Закрыты Видим что Диагональную черту Если провести То через нее Команда ВБ Не проходит Это конечно же Лучше чем Вот такая диагональная Черта Когда не может Команда выйти Со своей Со своего Хайграунда Но тем не менее Тем не менее На лайнах Пока что Через реку ВБ не ходит А ЕГ Занимают полностью Все лайны Отфармливают их И могут позволить Себе даже Во вражеский лес Пойти У Фира Все для этого имеется У Фира По прежнему Нет тапка Все очень просто Фир без тапка Он не собирается Ничего Покупать себе На ноги Но тут В принципе Опять же ситуацию Я объяснял Что кучи Ну и в принципе И объяснять ее не надо Что кучи есть Можно Бегать в них КД тоже Небольшой В файтах Фир может Еще один слот Посвятить Какому-то Вменяемому артефакту Прилетает Фиру Eye of Scuddy По моему По фарму Кто-то начинает Кого-то догонять Да У Фира 21000 Он уже приближается К Pet Soul Сумаил По прежнему На первом месте Но совсем немного Остается Спектре До Сумаила 1200 А это вообще Не деньги Для Спектры После 40 минуты 500 на руках У Pet Soul Что будет он покупать Это возможно Будут диффуза Есть смысл В них пойти А можно и собрать Такой артефакт Который собрал Сумаил Спектра покупает БКБ БКБ против Ульты СФ Хорошо Дамаги не будет Правда Срежет дамагу Но Дэмэдж Хотя бы в спектру Не влетит Тоже полезно Ну и опять же Здесь есть Леон Здесь есть Леон Который будет тебя Держать в хексах И стане А потом еще и зарядит Finger of Death Это неприятно Срезать сразу Половину хп В спектре На ровном месте В начале файта Это не лучшее решение Там и иллюзии будут Убиваемые Там и саму спектру Развалить Можно будет попроще Так Что по артефактам Давайте разберемся Вот такие игры Комментировать приятно Во-первых Соперники серьезные Во-вторых Именитые персонажи У нас отыгрывают В-третьих Игра действительно интересная Спектра Которая уходит в лейт Да это вообще Сам бог мне эту катку послал Чтобы я мог на нее посмотреть Ну что Врываются на Сумаила Сумаила БКБ сразу же проюзал Пока что без дэмэджа в Сумаила Сумаил пытается разультиться Ультит По Омега Паунеру Наваливает Сумаил Еще один ульт Но здесь в БКБ Оба персонажа Бьян Вначале был в БКБ Переживает оба Requiem of Souls И конечно же В БКБ Пэтсол Все пережили Ульта от Леона В Пэтсол Следим у нас за спектрой Спектра отсюда уходит Она свое дело сделала Сумаил погибает Сумаил байбетчится Ну трипл килл от Сумаила Трипл килл от Сумаила Как вообще Подождите Сумаил байбек делал Или Что-то я пропустил Да Сумаил делал байбек И прилетел на Пауэр Трэд Сумаил делает трипл килл Несмотря на то Что сам погиб ЕГ решили нести Команду ВБ Нет Вайпера Ну заставляет Вайпера байбекаться В принципе правильно Сумаил байбекался Че Вайперу сидеть Вообще без дела Главное Что для команды Войд Бойс В данном файте Это то что не умирал Пэт Солс У Пэт Солс Нетворс выше чем У его Номинального соперника Сумаила У него 23600 23 Блин 23600 У Пэт Солс 24,5 Спектра впервые За 42 минуты Выходит вперед По Фарму И У Спектры 3600 на данный момент На руках Что будет покупать Пэт Солс Мы увидим Не знаю Время ли вообще Собирать такие Артефакты как Диффуза Ну разве что Грейжины А может быть Пойти стоит В более серьезные В любом случае Пэт Солс Руки наваливает Достаточно плотно И если это будет больше Если это будет вырезать Ману К тому же Таким ребятам Как Леоны Наносить дополнительный дэмэдж Почему нет С Грейжинами Диффузами Я думаю что От ульты Спектры Ауи Рассыпется Достаточно быстро Тем более что На хп толком Ничего нет Только Поинт бустер Но это Практически не в счет У Спектры 3700 на руках Ничего Пэт Солл не покупает Давайте глянем Байбэки Есть у Спектры Есть у Фира У Сумаила Еще 5 минут Не будет байбэка У Юниверса Имеется Также байбэк И у Ауи Такая роскошь Тоже присутствует Фир у нас уходит За Фиром был выход Мерси летит сюда Мерси остается Без фрага Ну и даже без возможности Этот фраг сделать Фир моментально Улетел отсюда Фиру бы прикупить Не ПТ Не ПТ А Бутсов Тревел Ну всему свое время Фиру летит Кристалис Готовится выход В Дайдалу С таким фармом Тоже можно себе позволить 24 с половиной Уже Нафармил капитан команды ЕГ Он обгоняет Сумаила Сумаил потерял Очень много золота За последний файт Хотя и заработал неплохо Ну нормально В принципе Сумаил Толком-то Остался В небольшом минусе Да действительно Он умер и Байбекался Правда Триплкил Дела Немного ему подровнял Морси летает Здесь Зачем ты здесь летаешь Что он здесь собирается Возможно Байтит на себя Биан У Биана Кираса После Мекки После Манта Стайла Тысяча на руках И БКБ Восьмисекундный Давайте пройдемся По БКБ Посмотрим у кого Что осталось Пять секунд У Сумаила Самый ранний БКБ Заканчивается Раньше всех Разумеется 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 А драка идет у нас в лейт Катка уже переходит в лейт 45 минут позади Значит будут серьезная Рубилова в течение Ближайших Ну думаю минут 15-20 Если конечно кто-то По глупости В пятером не сольется Тогда Игра закончится Немного побыстрее Понимаете прекрасно Что игра в ту стадию Переходит Что мощь Таких персонажей Как Пэт Сол Так у нас Эншент Оперейшн Где-то При смерти Просто на миде У нас умирает Эншент не умирает А постепенно Умирает Эншент Оперейшн На миде От крипов Это не страшно У Вайпера У Вайпера По демеджу Достаточно Все хорошо Кераса имеется И на пару С Пэт Солом Я думаю При минус 5 От команды Воид Боя Спектра Вместе с Вайпером Смогут снести Одну сторону Это точно А там гляди И на вторую Пойти Тем более Так врыв у нас Не выживает тут 100% Забирают еще и гем Игроки команды Воид Боя Слетает у нас Мерси Пока что драка Захлебнулась Команда ЕГ Не собирается Без Бестмастера Драться Ну конечно Не стоит драться Потому что Контроля за спектрой Никакого Бестмастер может Ультануть через БКБ А чем заниматься Еще под БКБ Когда Пэт Сол Команда ЕГ Я думаю Не понимает Ну и действительно Вариантов никаких Абсолютно Через БКБ Ничего кроме Беста Не пробивает Давайте глянем График 10 тысяч И по экспириенсу Менее Чуть более 10 Сумаил у нас Ультит Моментально умирает Аппарат Сумаил у нас Отправляется на Рошана Еще раз ультит Дамаги конечно Не наносит Где Спектра Спектра бегает По Глифу Спектра сейчас Развалит ППД Так ППД подключает Ульт Сумаил разваливается Бэ Байбэка У Сумаила нет Флай ловит ульту У нас от Леона Пэт Сол живет Не так просто Его дамажит Фир сыпется Пэт Сол продолжает Погоню Мерси влетает сюда Будет ли Лассо Да Лассо по Фиру Фир рассыпается Фир умирает Еще один фраг Для Пэт Сол У него Уикед Сик Минус 3 Со стороны команды Войд Бойс Двоих потеряли Но потеряли Шейкера Который вкастовал Все что можно было Вкастовать И потеряли Эншент Опарэйшн Который ничего не вкастовал Да и пес вообще с ним Войд Бойс По моему Дела исправили Причем исправили Таким образом Что за мети СФ На котором играет Недавнего времени Максимальный Нетворс На карте СФ Становится Бесполезным Ничего не может сделать Он дает два ульта Этот рефрешер Этот рефрешер Напоминает мне рефрешер Который собрал В свое время Резолюшн на Эмпай В катке Не помню против кого По моему Против Сикретов Или против ВП Собрал резолюшн При условии Полной доминации Собрал резолюшн На Ликане Рефрешер На все деньги На все 6 тысяч Закупился Не оставил себя На байбэк Но вроде бы доминировал Эмпайр И вот в этой вот части Поймали резолюшн Через лассо Или через какой-то Подобный Спел Развалили моментально Резолюшн Убили всю его команду Потому что резолюшн Был самый богатый И быстро снесли тавер Все таверы Вплоть до трона Моментально Расковыряли Не могу вспомнить Между кем это была игра Может быть Можете в принципе Напомнить Ну если сами помните Понимаете о чем я говорю У Спектри появляется Радианс Что теперь делать С Пэтсоулом Толком не ясно МКБ не имеется Вивер у нас пошел В дамаг От критов У СФ Имеется Бабочка Но нечем эту бабочку Со стороны Пэтсоула Контрить Никто больше не способен Собрать МКБ Да и никто Не способен бить с руки Кроме Фира И кроме Сумаила Врывается у нас Мерси Плиз ППД ППД Да нет Не ППД А Юниверс Моментально отсюда Отпрыгнул Ну игра может быть Либо затянута Еще на Много времени Либо Закончится в ближайшее время В любом случае Все на нервах Я думаю Все понимают Что цена ошибки Слишком велика Поэтому Сильно тупить Никто Не будет Флай Настолько Уверенно себя чувствует На данном этапе Ну конечно У коровы есть сыр Почему бы не так У нас ворвались В Сумаила Сумаила разорвали Очень быстро Как я прошляпил Данный фраг Не могу даже сказать Я не видел здесь Сумаила Сумаила поймали Через лосу забрали Он попытался уйти Ничего толком Не получилось Очень-очень быстро Сумаил Не выживает Не переживает Каст Сразу Даже двоих Наверное персонажей Я уже не говорю О Пэтсоул Пэтсоул И Вайпере Я говорю О Вайпере И плюс Один Или О спектре Плюс Один Конечно же Плюс Один Это Бэтрайдер Бэтрайдер Толком Не дамажит Таких серьезных Ребят Как Сумаил Как Фир Но Бэтрайдер Держит Власо На протяжении 4 секунд Вы прекрасно Понимаете Что такое На 50 минуте Дать 4 секунды Спектре Наваливать тебе В лицо Все это Действительно Пагубно Сказывается Не только на здоровье Но и на жизни Любого из героев Ну что ВБ я так понимаю Готовы Идти дальше Флай Бэкует против ППД Тут схватка бомжей Все очень просто Флай у нас Подсопил ППД У ППД есть Ульт ППД пока что Живет Флай врывается У нас Еще один Тотем ППД Стоит на месте Мека пошла От Бьяна Примерз У нас ППД Под Под Эншент Оперейшеном И Колдфит В общем-то Помог ППД Отправиться Под Фонтан Хилиться Понятное дело Что не своим ходом Бьян Продолжает У нас Гнать Ауи 2000 Все очень Сложно Для команды ЕГ Фир Влетает сюда Фир Вместе Со Скади Попытается Эншент Оперейшена Разобрать Тем временем Давайте глянем На Таура Таура Пока что стоят Так кто у нас Здесь бегает Здесь Ауи Это не считается Поймали у нас Фира Фира будут разбирать Скорее всего Будут разбирать До таймлапса Еще 4 секунды Погоня у нас за Фиром Фир разваливается Даблкил От Вайпера Фир выкупается Сюда не прилетает Фир у нас С базы Я так понимаю Пойдет Здесь Флай Флай Скоро будет уже здесь Сумаил у нас появился Фир у нас появился Пока что стараются Отдефать Бараки У них ничего не получается Потому что Спектра просто Фуловая бегает Никто ей не мешает Так Бьян у нас Тоже в принципе По ХП не сильно проседает Можно жить У Бьяна имеется Аэгис У Спектры Ничего нет Но ей ничего и не нужно БКБ включает У нас Пэт Сол Сумаил разультился Думают Забрать Бьяна Не знаю Получится ли Сумаил у нас взлетает Есть еще один Реквием оф Сол Бьян очень сильно получает В итоге погибает у нас Вайпер Но это всего лишь Аэгис Сумаил отправляется В таверну Сумаил сразу же выкупается Готов он драться С Пэт Сол Вот кого действительно Надо забрать Тем временем у нас Фир по-моему Да Фир забрал Шейкера Где Фир Фир у нас в лесу Бегает по Крепаму Фиру надо как-то От Регеница За счет Тараски В любом случае ВБ забрали Мид 52-ая минута ВБ забирают Мид команды Evil Genius Действительно фаворита Данной встречи Но здесь Номинальный фаворит ЕГ А По факту Фаворитом является Спектра У нее более всех Денег 32 900 Спектра на 7000 Опережает Своего Прямого Преследователя Фира У него 25 С копейками Ну это действительно Копейки 600 голды На такой-то минуте Ну у Фира Все есть Все есть Кроме Кроме возможности Выживать в файтах Фира действительно Контрят И по-моему Нашли Противодействие Игроки Команды ВБ Всем таймлапсом Всем Шукучаму И вообще Всему Чем славится Вивер Радианц Становится Уже Не таким полезным Спектра Не проседает Радианц Толком Так точно Ну что ЕГ решили Под смоком Зайти во Вражеский лес Видят у нас Биана Сейчас Увидят Да Моментальный Хекс Еще и ульта От Бессмастера Ульта Пошла От Омега Паунера Надо драться Команде ВБ Надо драться 4 человека Поймали ульту Нет Не собираются Драться Минус 2 Поймали Биана Убили Развалили Аншент Оперешена Не собирается Пэтсоу Есть байбэк У Спектры И есть байбэк У Леона У Сумейла 5 минут Нет байбэка Еще И у Вивера 4 с половиной Минуты Тоже не будет Байбэка Ну Теперь По моему Минута Икс Либо получится Команде ВБ Отстоять Свой Хайграунд Не потерять Сторону Не потерять Две стороны А ЕГ Наверное Отсюда уходить Не будут Они понимают Что если не сейчас То позже Спектра Они видели Как в драках С фуловой Спектроидрация Это вообще Бесполезно Просто бесполезно Чем ее контрить Тоже пока что Не ясно Врыв у нас Офигеннейший Врыв от Флая Моментально Под эхо-слэмом Половина ХП теряется У всей команды ЕГЭ Но ЕГЭ Неплохо Начинают наваливать Правда не все Сумейл у нас Рассыпается 120 секунд Его не будет Фир отсюда Убегают У Фира Половины ХП нету Убивают Также ППД Но ППД вообще Не в счет Сумейл разлетелся Просто на куски Флай ворвался Как боженька Просто спустился Сверху на голову Просто топнул По земле И просто разорвало Половину команды ЕГЭ Ну что ВБ Я думаю готовы Заходить на хайграунд Все для этого есть 55 Пятая минута 54 минуты Позади Не зря они так Мучились в начале игры Выформили свою Спектру Спектры 5600 На руках Все в принципе Для того чтобы идти На Т4 В общем то ВБ Прекрасно понимают Что их Ждет И ЕГЭ Я думаю понимают Что их ждет Сумейл выкупится Не может Фиру выкупаться Пока что не надо Но Фир готов Я думаю выкупится Да у Фира Нет у Фира нет Байбека Да у Фира нет Байбека Фир вывается у нас Бэтрайдера Бэтрайдер Влетает в ветра Бэтрайдер по прежнему Живет Забирают у нас Бестмастера Ауи тоже скорее всего Погибает Погибает Ауи Выкупается сразу же Ауи Где Фир Фир бегает за Бьяном Бьян пока что Через коррозив скин Нормально переживает У него есть кераса Он готов сражаться Ауи влетает Дает подкоп Ауи погибает Фир Секунда еще до таймлапса Таймлапс проюзан Пэтсол просто пилит бараки Ему вообще Не бараки А тауры Ему вообще плевать На то что здесь происходит ППД стоит рядом ППД старается Что-то сделать Нет Сумейла Нет драки Все очень просто Поймали Фира Фиру сбили линку Фир в лассо Будет ли убивать его Пэтсол Да вообще Навертели вертел Пэтсол Всех кто рядом Пэтсол стоит И пилит трон Очень Очень И очень Сложно убивать Спектру в лейте Я не Перестаю Об этом говорить Мне действительно Нравится Этот персонаж Потому что он готов Драться Несмотря вообще Ни на что Если Спектрак Лейту Что-то Вывозит Спектру Никто уже Не вывозит Ну что Это первая катка Это только первая катка В серии Бест оф 2 Нас ждет ответ Воид Бойс Наказали ЕГЭ Я думаю Что за опрометчивую игру Фир со своим радианцем В итоге оказался Бесполезным в лейт игре Он ничего не мог сделать Ну и Сумаил тоже Себя израсходовал 25-го левела СФ Это ничто Против 25-й Спектры Так Еще раз напоминаю Это студия Игрокам ТВ У микрофона Друг Мы транслируем Join.amlg Pro League Всем кто собрался Приятного просмотра Следующей игры Мы увидимся Всего через несколько минут Пока у нас пауза Не забывайте Под Твичом Под трансляцией Есть наша группа ВК Заходите Подписывайтесь Очень много интересного Уже на пороге Следующей недели Или следующего дня В скором времени Будем радовать вас Не только Качественными стримами Но и Качеством видео Это вопрос времени Чем больше вас Тем больше у нас шансов Давать source качества Ну что Давайте услышимся И поговорим Немного попозже Вопросы свои Задавайте в чате Если вдруг интересуют В группу Заходите Там тоже Через администратора Можно будет пообщаться Немного попозже Если Я кого-то Конечно Интересую Ну все Услышимся Через пару минут Пока что Не переключайтесь Немного музыки Немного графики От наших Талантливых ребят И Услышимся Через пару минут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok